Физкульт привет, друзья и ученики! Пока еду домой, обсуждаем очередную тему. Сегодня в очередной раз хочу поговорить с вами о самом опасном упражнении для плечевых суставов. Это гильотина. Я вот поражаюсь. Денис Борисов вроде грамотный парень, но такую чушь задвинул. И все вот его дурачки, малолетние поклонники пишут мне теперь в комментариях под моим видео, где я говорю, что гильотину нельзя делать. На самом деле, не то что нельзя. Разобрать ее, если по эффективности, то выполнять в обычном режиме все равно будет гораздо эффективнее. Почему? Потому что и веса будут больше, а чем больше рабочий вес, тем больше и качественная отдача в плане мышечного роста. Но гильотину нельзя выполнять не потому, что она не работает. Возможно, она и работает, но она убивает ваши плечевые суставы. И специально вот для дурачков, поклонников Борисова, говорю, что неважно, как ты будешь делать, с какой техникой, веса поменьше надо брать, многие пишут. Неважно. Гильотина, гильотина, биомеханически не подходит для того, чтобы работать со штангой. Почему? Потому что движение плечевого сустава, а если вы не знали, плечевой сустав это самый-самый сложный, самый подверженный травмам сустав. Вы просто убиваете себя. И не стоит того эффекта даже, который может вам дать гильотина для того, чтобы ее выполнять. Нужно просто это все понимать. И повторяю, не нужно писать в комментариях, не нужно строить из себя умника, потому что смотрите с еще большими дебилами. Когда пишете, что нужно брать меньшие веса, что нужно делать правильную технику. Правильная техника в жиме лежа и в наклонном жиме лежа, она давно известна. А вот различные такие идиотские примочки придумали псевдотренера для того, чтобы как-то навязывать вам свои методики, чтобы обосновывать необходимость индивидуального для каждого тренинга. Все это такая чушь. Но, повторяю, если вы настолько верите Борисову, продолжайте выполнять. Не нужно просто мне это писать. Когда с вами случится несчастье, тоже будете пенять только на свою тупую голову. Потому что очень много комментариев и очень много мне пишут в личку. Ну вот, вчера только девочка написала, оставила новый комментарий под видео на YouTube, что она пришла в зал, ей тренер сразу дал делать жим лежа в стиле гильотина. Ну, насколько это вообще оправдано, друзья, и насколько это показывает тупость современного построения вот этой модели фитнес-бизнес-индустрии, что просто-просто становится страшно. Мне ведь, по сути, все равно, будешь ты дурачок делать эту гильотину или не будешь. Но для адекватных, для здравомыслящих людей я снимаю эти видеоролики и говорю о том, что гильотину делать нельзя. Оно, это движение, не обосновано ничем. И какого бы эффекта хорошего оно не давало, если дает, то необходимо помнить, что тот вред, который оно вам нанесет, перечеркивает вообще любой, любой эффект от этого упражнения. Никогда не делайте гильотину, если, конечно, у вас есть мозги в вашей черепной коробке. Это скажется потом на всем. Вы не сможете отжиматься, у вас будут боли при работе на дельты, у вас будут боли при работе на бицепс. Не стоит этого делать, друзья. Также грамотно нужно подходить вообще, в принципе, ко всему тому, что вы делаете в тренажерном зале. Следующий вопрос, который часто вызывает недопонимание у большинства людей, это растяжка между подходами. Особенно, когда наслушаются успешных людей, достигших какого-то серьезного или не очень результата, но советующих делать растяжку между подходами. Этого делать нельзя, если вы тоже хотите избежать травм. И этого не нужно делать, потому что вы нарушаете вот эти все мостики, которые возникают между актином и миозином. Ведь когда вы растягиваетесь, мостики эти разрушаются. Ни о какой связи мозг, мышца тем более не может идти речи. Если вы не понимаете, что, как происходит, то не стоит комментировать, потому что смотритесь просто глупо, смешно. Но не нужно вызывать на себя смех адекватных, грамотных людей. Растяжка. Лучшее время для растяжки, как говорят все современные спортивные медики, это и физиологи. 11-12 часов после того, как вы проснулись. То есть, как раз таки перед сном. Как раз таки, как я вам и советую, прогуляться вечерком 30-40 минут и сделать растяжку на все тело. Вы обезопасите себя от травм, потому что будете снимать крепатуру. Вы будете способствовать тому, чтобы мышцы расслаблялись, чтобы не было спазмов. И естественно, будете легче спать, лучше спать, лучше восстанавливаться. Одна польза. После тренировки можно немножечко растянуться. Но опять-таки, очень интазировано. Растяжка перед тренировкой. Это отдельная тема. Она должна быть очень дозированной, статической. Ни в коем случае не должно быть такой мощной динамической растяжки. Иначе вы тоже можете получить травму. Еще информация, которая вызовет, наверное, разрыв мозга и пуканов у любителей йоги. Я очень люблю и уважаю йогу. Но опять-таки, не то, во что ее превращает современная фитнес-бизнес-индустрия. Каких только направлений в йоге сейчас нам не придумывают. Чему только не учат, как только не растягивают. Так вот, если вас на йоге просят или заставляют выполнять растяжку в коленных суставах, в локтевых, неестественную, идти на переразгиб. Друзья, это тоже приведет к травме, если вы занимаетесь, совмещаете йогу с тренажерным залом. Нужно это понимать. И даже если не совмещаете, почитайте современную статистику. Вы будете поражены. Один американский физиотерапевт, известный мануалист, напечатал работу одну, по-моему, даже целую книгу, о том, что он был очень сильно шокирован. Больше всего проблем с позвоночником было у него, у клиентов, которые являлись профессиональными инструкторами современной йоги. Обратите на это особое внимание, задумайтесь тоже. Все хорошо не в меру здесь, а все хорошо, когда вы подходите к этому рационально. Когда вы понимаете, что для чего и, главное, как вы делаете. И в большинстве случаев, когда еще, если брать растяжку, к примеру, да? Все делать нужно очень, очень осторожно. И запомните, простота, чем проще, тем лучше. Не нужно идти от сложного к простому, это глупо. К примеру, о чем я говорю? Вот большинство людей не понимает, сколько делать рабочих подходов в упражнении. И начинают делать, к примеру, 3 или 4, да? Ну, где здесь логика? Смотрите, сколько у вас появляется путей. Если вас не прет, а вы не можете понять, вы делаете больше, чем нужно, или меньше, чем нужно, то у вас 2 пути, либо делать не 3-4, а делать уже 5-й подход. Либо, если вы подумаете, что вы перерабатываете, то значит нужно делать не 3-4, а 2. Понимаете, это неправильное построение вообще с точки зрения тактики, стратегии. Грамотно начать с одного рабочего подхода. И поверьте, он будет вам приносить пользу. Будете работать, работать. Когда увидите, что прогресса такого, какого вы хотите, или какого был в начале, нет, тогда логически уже будет у вас только один путь, добавить еще один подход. Вот. Понимаете, о чем я говорю? И в каком направлении нужно всегда думать? Всегда думайте, как вам поступить проще, рациональнее. Это сэкономит вам и здоровье, и время, и вы постоянно будете прогрессировать. И легче будете находить пути для прогресса. Что очень-очень важно в нашем деле. Ведь большинство людей, приходящих в тренажерные залы, это не повернутые фрики на том, чтобы стать суперогромным, супермассивным. Это приходит потом уже, поверьте. Большинство хочет выглядеть подтянуто, стройно, красиво, здорово. Если парень хочется выглядеть более мощно, если девушка хочется выглядеть более подтянуто, сексуально, спортивно. Все это элементарно и понятно. И поэтому, когда вы приходите в зал и попадаетесь вот таким псевдо-тренерам, а по сути идиотам, которые вообще ничего не понимают, становится страшно за вас, вообще за всю индустрию в целом. Поэтому, друзья, не стесняйтесь. Если у кого-то есть какие-то истории, связанные с гильотиной, с растяжкой, неважно с чем, пишите, а лучше снимайте ролики, присылайте. Будем выкладывать. Вы видите, сколько роликов сейчас присылают, я сам был удивлен, люди, которые тренируются по моим методикам, которые я даже, которых не знаю, не знал людей, которые смотрят канал, читают статьи. И даже неправильно говорить по методикам, а по моим стратегиям, по моим советам, рекомендациям. У меня сейчас есть книга, отдельно для мужчин, отдельно для женщин, где собраны в одном месте все мои советы, рекомендации. И если вы хотите грамотно тренироваться, то я настоятельно рекомендую вам приобрести их. Стоят на ней копейки. А если вы хотите быть тренером или являетесь тренером-инструктором, то обязательно вам нужно приобрести эти книги, чтобы почитать хотя бы, получить информацию, которую вы не получите нигде, ни на каких курсах, ни в какой школе, ни в каких колледжах, к сожалению. И даже если вы не поверите или не захотите верить, вы задумаетесь уже над тем, как и что вы делаете, для чего вы делаете. И нужно ли это вашему клиенту. Потому что современная бизнес-индустрия, к сожалению, построена таким образом, что нужно продавать как можно больше персональных тренировок. Современные фитнес-клубы зарабатывают именно на персональных тренировках. Поверьте, я это знаю изнутри. И, к сожалению, из-за этого страдает даже зачастую простая логика. Инструкторов обучают так, как это нужно с точки зрения маркетинга для привлечения как можно большего клиента. Никто не думает о том, чтобы вы получили эффект. Потому что если люди бы хотели, чтобы вы оздоравливались в залах, то было бы очень мало беговых дорожек. Стояли бы тренажеры такие, как грибной тренажер. Была бы экстензия и гиперэкстензия в каждом зале. А я знаю, что сейчас современная фитнес-индустрия запрещает даже экстензии. Я уже не говорю про гиперэкстензии. Понимаете? Все идет совершенно не в том направлении, в котором нужно идти. И как быть в этом таком сложном мире, в такой сложной ситуации, простому человеку, который хочет заниматься? А нужно стать самому себе, тренером самому себе, инструктором. Слава богу, качественная, хорошая информация встречается. Вы ее можете с точки зрения логики изучить, отсортировать, принять и использовать. Не только можете, но и обязаны. Ради своего здоровья в первую очередь. Ну и, конечно, для того, чтобы вы получали прогресс. Результат, другим словом, от своих тренировок. Так что, друзья, увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Будьте здоровы, берегите себя, берегите свое здоровье, берегите свои суставы. Никогда не делайте гильотину. Передайте от меня большой привет Борисову. Надеюсь, что он снимет ролик. И предложит своим последователям не прибегать к этому упражнению. Всем пока, спасибо, что смотрели. Вот такие вкусняхи новые взял попробовать себе от 5% Рич Пиано. Чего здесь только нет. И защита суставов, и стимуляция выброса гормона роста, напиток перед сном. И различные формулы, которых еще не знаю. Естественно, БЦАшки различные. Реал Фуд. Это я, чередуя с бананом, ем после тренировки сразу. Защита печени, органов, менталити. Но это я буду употреблять, использовать перед хоккейными матчами для концентрации. И вот давно мечтал попробовать. Яичный протеин. Кристаллизованный, чистейший вообще. Отличная штука. Один из лучших источников белка вообще, в принципе. Такие вот штуки. Много, видите. Не знаю, насколько мне хватит. Самому интересно. Потом как-нибудь расскажу вам, почему я взял речпианоское. И как грамотно вообще сочетать какие продукты с чем. Что можно пить, что нельзя.